Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Давайте мы еще 5 минут вежливости подождем для тех, кто опаздывает. А сейчас пока технические вопросы. Я попрошу вас напишите в чат по пятидальней шкале, как меня слышно. Я понял, что слышно хорошо. Значит, у нас сегодня вебинар будет достаточно технически сложный, потому что мне придется переключаться между презентацией и программой. Поэтому, пускай вас не удивляет, что у нас в правом верхнем окне моего изображения не будет, для того, чтобы экономить, скажем, не перегружать интернет-трафик и обеспечить переключение между изображением окон программы, мы обойдемся без моего изображения. Еще один такой момент. Обратите внимание, что на изображении, я сейчас курсором вам покажу, постараюсь показать. Вот где-то в правом углу есть такой черный кружочек со стрелочками вовне направленными. Вот если вы нажмете на этот кружочек, то картинка расширится, но при этом скроется чат. Вот этим режимом я предлагаю пользоваться, когда я буду вам показывать окно программы, иначе будет довольно мелко. Можете потренироваться. Я сейчас переключу на программу. Вот видите, она стала довольно мелко. Но если вы наведете курсор в правый нижний угол, черненький кружочек со стрелочками вовне нажмете, то будет несколько лучше. Вот потренируйтесь. Ну еще подождем мы с вами 3 минутки опоздавших и начнем. Ну, уважаемые слушатели, начнем мы. Для начала я предлагаю познакомиться. Правда, вот кого я вижу из участников, многих я знаю, но тем не менее. Так как и будет еще запись, хотя бы с формальной точки зрения познакомимся. Меня зовут Семеряшка Александр Яковлевич. Я специалист по оценке функционального состояния здоровья и по аюрведе. Вот на этом слайде я тут представил свой, скажем так, опыт работы. То есть, ну, надо сказать, что я 6 лет занимаюсь компьютерной пульсовой диагностикой и аюрведической медициной. И работал я в различных организациях. И сейчас работаю в различных организациях, применяю данную систему. И я хотел бы узнать у вас, у которых есть приборы и кто с ними работал. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимал, вот, как с вами разговаривать. Так, вот у Галины прибор есть. Так, ну, понятно. У кого, в общем-то, у кого-то есть, у кого-то, видимо, нет. Ну, я так понимаю, что большинство все-таки знакомы. Надо сказать, что наши вот эти вебинары уже имеют определенную историю. Дело в том, что вот года полтора назад, понятно, Татьяна, года два примерно или полтора назад, когда появился аппаратно-программный комплекс «Традопульс», мы читали уже серию вебинаров о том, как пользоваться этим прибором. И сейчас эти вебинары выложены в личном кабинете членов клуба «Традопульс». То есть вы наверняка знаете, как туда заходить. Напомню, на всякий случай, вот в личном кабинете, если вы кликните на строке меню обучения работы с прибором «Традопульс», вы выйдете вот на серию видеоматериалов. То есть вот здесь четыре занятия, о которых мы говорили полтора года назад. И вот, собственно говоря, сегодняшний вебинар – это продолжение той серии в связи с тем, что аппаратно-программный комплекс получил обновление. Вот, собственно говоря, обновлений довольно много. Я, вообще-то, работаю с аппаратно-программным комплексом «Видопульс-профессионал», который является, ну, таким проводителем «Традопульса». И вот, когда готовился к этому вебинару, то есть посмотрел новую версию «Традопульса» и был так приятно удивлен, что очень многое изменилось. То есть, ну, и вот, собственно говоря, я вспомнил, что было время, когда я приобщился к компьютерной пульсовой диагностике. У меня тогда были и другие системы диагностические, то есть, которые позволяли оценивать состояние здоровья человека. Но постепенно мой выбор все-таки сосредоточился на именно пульсовой диагностике. И это не случайно, и здесь немаловажное значение сыграло то, что вот производитель этих систем, он постоянно их обновляет и поддерживает. То есть, и вот, собственно говоря, «Традопульс» происходит все то же самое, что, в общем-то, меня, ну, радует. Поэтому и возникла задумка провести сегодняшний вебинар, потому что оно накопилось довольно много обновлений. Давайте посмотрим, что это за обновления. То есть, я вообще сегодняшний вебинар представляю себе следующим образом. Сначала мы обсудим некоторые новые возможности прибора. Затем мы сосредоточимся на новом программном блоке, который называется «Диетотерапия». Поговорим немножко о теории эридической диетотерапии и рассмотрим, как работать с новым программным модулем «Диетотерапия». Ну, и затем в оставшееся время я постараюсь ответить на ваши вопросы, если такие возникнут. Вопросы, я так предполагаю, можно задавать не только по новым функциям прибора, но и вообще по работе с прибором, то есть по теме и предыдущих вебинаров тоже. Какие же новые возможности появились у аппаратно-программного комплекса «Традо Пульс»? Ну, первое. Давайте сейчас я переключусь в окно программы. Вот сейчас я вам рекомендую очень расширить, так как довольно мелко видно, предлагаю расширить вам. Для этого, как я уже говорил, нужно будет в правом нижнем углу есть такой черненький кружок и в нем стрелочки, направленные вовне. Если на него нажать, то чат вскроется, но поле, изображающее программу, оно расширится и вам будет удобнее. Так вот, кнопка «Настройки», появился режим «Настройки программы». Появились так называемые региональные настройки. Раньше этого не было. То есть предлагается выбрать единицы измерения веса и единицы измерения длины. Ну, я напомню, что это используется при вводе массы тела пациента и его роста. Ну, казалось бы, мелочь, но на самом деле очень интересный такой момент. У меня совершенно недавно произошел такой случай, связанный как раз с этой ситуацией. У меня на приеме был американец, и приемщиком выступала его жена. И мы, ну, как бы, когда мы с ним побеседовали, собрали анамнез и, в общем-то, провели тест. Выяснилось, что мы неправильно ввели его рост и вес, потому что он имел в виду как раз фунты и сантиметры. И мы там с его супругой-переводчиком мучительно переводили все это, и в конце концов, в общем-то, неправильно рассчитали массу тела. Вот, поэтому на самом деле, казалось бы, такая вот мелочь, но, видите, это немаловажно. Дальше еще в настройках появился такой режим карточка специалиста. Заполняется она один раз, то есть это ваши данные. То есть фамилия, имя, отчество, ваш номер в традоклубе, ваш адрес электронной почты, телефон, страна. Ну, естественно, тут, наверное, какая-то не Маврикия уж явно. Город и адрес проживания. То есть эта карточка заполняется один раз, она нужна для того, чтобы в дальнейшем совершать возможность обмена со специалистом файлами и закупки препаратов. То есть об этом мы еще поговорим. Затем появились две интересные информационные вкладки. Вот следите за моим курсором. Вот такая вот шапочка, да, Trada Education, то есть образовательные проекты. Когда мы нажимаем на нее, мы получаем такую вот красочную картинку, которая уведомляет нас о проектах образовательных. В частности, здесь сейчас на этой странице отображается информация о четырех курсах. Если мы кликнем на ссылочки «Подробнее», то мы получим более подробную информацию. Должны получить. Почему-то не получаем. Да, ну ладно. Днем пробовали получали. Что-то с трафиком. И еще одна кнопочка, вот Trada News. Тоже на ней кликаем. И тоже вот такая красочная страничка. Здесь информация о том, о событиях, которые происходят в Trada Клубе. Да, и тоже вот расширение нет. Но, видимо, не всегда срабатывает. Вот такие вот две полезные информационные вкладки появились. Затем более такие функциональные вещи. Если вы кликните по кнопке «Пациент» и «Пациент» и любого пациента выберите. Ну вот, допустим, мы выберем Иванова Ивана Ивановича, да. То здесь появилась вот на вкладке «Информация» появилась такая анамнистическая карточка. На самом деле это очень полезное поле. Оно когда-то давно-давно еще было в тракциональной системе. Потом оно куда-то на несколько лет ушло. И мы, пользователи, в общем-то, просили все время производителей, чтобы нам вернули это поле. Потому что на самом деле оно очень полезное. То есть здесь вы можете набирать любую информацию, которую бы вы хотели бы сохранить в отношении, конечно, скорее всего, данного пациента. Ну, допустим, Иванов Иван Иванович пришел ко мне первый раз, да. Я могу записать какую-то полезную информацию. Допустим, дату 21 сентября 2017 года. Я поговорил с пациентом. Сейчас вот я запишу. Так, у меня что-то тут, по-моему, немножко висит система. Да, технически довольно сложно у нас сегодня вебинар. У меня система немножко... То есть вот в этой аналитической карточке, если вы курсор установите, вы можете набрать любую информацию. И затем, когда вы даже выйдете из системы, эта информация будет сохранена. Я обычно, вот раньше я использовал это поле, вот именно для сбора анамнеза. То есть заболеваний, которые данный человек перенес. Ну и любая другая полезная информация в отношении данного человека вы можете здесь хранить. Это очень удобно на самом деле. Следующее интересное новшество. Если мы, вот здесь вот вы видите у Иванова Ивана Ивановича, то есть такая серия обследований, то есть много-много обследований. И вот если мы установим курсор на какое-то интересующее нас обследование и включим результаты обследования, то появилось вот поле примечания. Вот я сейчас курсором его подчеркиваю. Вот здесь вы тоже можете ввести какую-то информацию, но в частности здесь введено, видите, после стресса. То есть и эта информация, она будет вынесена вот в левое поле, где вот перечислены все эти обследования. Очень удобно, рекомендую пользоваться. Вы можете какие-то вот, ну скажем, такие вот моменты помечать, которые важны для вас, чтобы не просто вот даты были и время проведения обследования, а какие-то вот важные моменты, по которым бы вы сразу поняли, какое обследование вам смотреть. Очень удобная на самом деле вкладка. Еще очень интересный момент. Вот если мы будем проводить новое обследование по данному пациенту и нажмем кнопку «Новое обследование», то у нас появится табло «Параметры мониторинга». Вот раньше по умолчанию нам предлагалось 5 минут время, или мы могли его как-то изменить. То есть мы тогда еще с вами говорили на прошедших вебинарах о том, что да, это время можно менять, то есть 5 минут – это такое средне рекомендованное время, но на самом деле его можно менять. То есть если, допустим, ребенка мы с вами диагностируем, ребенку довольно сложно 5 минут просидеть, ну вот рекомендовали там 3 минуты. То есть считалось это достаточным для объективной информации. Но вот сейчас предваритель пошел дальше, и он ввел два режима длительности записи. То есть привычный нам режим называется теперь «Ввести вручную», то есть он по умолчанию содержит вот те как раз вышесказанные 5 минут, или же мы можем их изменить вручную. Но производитель добавил еще очень интересную возможность. Вот если мы включим режим «Установить автоматически», то машина сама тогда определит, какова должна быть оптимальная длительность записи. Как она это делает? Ну как известно, вот есть такие международные кардиоинтервалографические нормативные документы. И там есть такие принятые нормы, то есть для того, чтобы было достоверным диагностика, необходимо, чтобы в него попали, в статистику попали 300 кардиоинтервалов. Но так как мы понимаем, что у всех людей пульс разный, то есть у кого-то может там брадикардия, у кого-то тахикардия, у кого-то нормальный пульс, то соответственно вот эти вот 300 интервалов, они будут иметь разную протяженность по времени. И вот как раз машина это учитывает. Я сейчас попробую воспроизвести это на себе. Не уверен, что получится, так как мне шевелиться придется. То есть я сейчас что делаю? Я сейчас смочил электроды, подсоединил их к своим рукам, и сейчас попробую, если получится у меня продать. Вот я запускаю. Вот обратите внимание сейчас, ну так как я шевелюсь, поэтому конечно здесь качество электрограммы, то есть оно не очень такое хорошее, да. Но я хотел не это вам сейчас показать, да. Сейчас я снова выключу, еще раз вам продемонстрирую. Вот я нажимаю новое обследование, установить автоматически, продолжить. И вот посмотрите за моим курсором внизу, где кнопка начать мониторинг, да, меняется время. 4.20, 4.12. То есть сейчас компьютер сам определяет, какое время необходимо для данного пациента, для того, чтобы получить достоверную информацию. То есть как это делается? Да, очень просто. Замеряется, вот как вы видите, сверху замеряется пульс текущий, но он у меня слишком бегает, потому что мне приходится шевелить руками, как вы понимаете, потому что я мышкой вожу. А обычно, то есть у человека он более стабилен, пульс. И компьютер просто смотрит, какой у него пульс, и рассчитывает, вот сколько нужно будет времени, исходя из реального пульса, чтобы получить вот эти вот 300 необходимых кардиоинтервалов. Вот такой очень удобный режим на самом деле. То есть поэтому вы можете его применять. Я его применяю очень активно, и причем делаю я это следующим образом. То есть у меня, ну я работаю как бы в клинике в основном, вот у нас есть два рода услуг медицинских. То есть это так называемая экспресс-диагностика, когда я работаю, ну скажем, в содружестве с несколькими специалистами, то есть там терапевтами и другими специалистами. То есть там моя задача провести такую скрининговую, быструю диагностику, то есть для того, чтобы определиться быстро со состоянием здоровья человека, и куда направить человека для таких углубленных вариантов обследования. Вот в этом варианте я использую вот такой обычный пятиминутный режим, к которому мы с вами, в общем-то, уже привыкли. То есть это вот ввести вручную пять минут. А вот в варианте, когда я работаю в режиме аюрведической консультации, то есть такого более, ну скажем, масштабного мероприятия, то есть и мне там нужна более достоверная информация о состоянии здоровья, там я применяю режим вот установить автоматически. То есть и в зависимости уже от состояния, пульса человека, то есть машина мне предлагает именно ту продолжительность записи, которая будет отражать, ну максимально объективно состояние здоровья человека. Ну здесь, конечно, нетрудно догадаться, что особенно это важно для людей, у которых брадикардия, то есть у кого замедленный пульс, потому что оно понятно, что тогда вот в пятиминутный интервал, там 300 интервалов может просто чисто математически не поместиться. Поэтому имейте это в виду, что особенно если вы встретили пациента с брадикардией, я тогда, ну как бы, настоятельно рекомендую применять режим все-таки вот длительности записи автоматический. Вот такой вот очень важный режим работы появился. Следующий интересный момент. Вот давайте посмотрим результаты обследований. Вот включаем вкладку результаты обследований и вкладочка баланс. Ну вот была у нас вот эта картиночка физиологические тенденции в регуляции функции организма, то есть, ну или там так называемое викрити, да, текущее соотношение ДОЖ, то есть ВАТА, ПИТА, КАПХА. Ну вот сейчас, так как производитель компании Биоквант ведет огромную научно-исследовательскую работу, и у них накопилось уже очень много материалов, информации, то есть обследованы там уже, наверное, десятки тысяч пациентов, да, и ведется статистическая работа, то выявлены диапазоны, которых можно считать, ну скажем, состояние ДОЖ либо нормальным, либо избыточным, либо недостаточным. И вот сейчас это отражено все вот на этой шкале, как вы видите, цветом выражены диапазоны, то есть вот этот зеленый диапазон, то есть вот от двух до четырех, это считается диапазон нормы. Конечно, это достаточно условно, мы понимаем, что каждый человек индивидуален, но в общем-то ориентироваться на это можно, то есть если вы наблюдаете вот примерно такую картинку, как сейчас, да, то это говорит о том, что у него состояние так называемое три ДОЖ, то есть все три ДОЖ сбалансированы, они находятся в узком вот в этом диапазоне нормы. И вот здесь слева в текстуальной части вы видите баланс ДОЖ, то есть балансированное состояние ВАТА ДОЖ, ПИТА ДОЖ, КАПХА ДОЖ. Или вот стрессы, видите, как удобно вот эти подсказки, после стресса человек, ну понятно, что стресс прежде всего влияет на состояние ВАТА ДОЖ, вот она вышла из этого благоприятного зеленого коридора и вошла в розовый, вот видите, у нее шесть, да, то есть состояние и здесь подсказка, избыток ВАТА ДОЖ. В то же время ПИТА ДОЖ осталась в сбалансированном состоянии, а КАПХА ДОЖ, она ушла вот в это желтенькое поло, где истощение, то есть, поэтому сейчас вы уже можете вот ориентироваться на эти шкалы и вот эти подсказки, которые в тексте приведены слева. Кроме того, здесь еще добавлены характеристики пульса, но это так скажем больше для продвинутых пользователей. Вот я сейчас как бы не ставлю задачу об этом говорить, так как это такая достаточно серьезная теория, то есть и требует много времени, но здесь что? Здесь, скажем так, с точки зрения классической, академической Аюрведы описываются вот три характеристики пульса, так называемая Вега, Тала, Бала, то есть, ну и здесь вот приводится расшифровка, что это такое, то есть это такие вот академические вещи, в общем-то если вы захотите о них подробнее узнать, я рекомендую вам почитать книгу, вот скажем так, Апологета пульсовой диагностики Васанта Ладо, в которой так и называется пульсодиагностика, то есть там подробно все эти характеристики пульса расшифровываются, то есть вот дальше, что еще у нас изменилось? Если мы пойдем опять же в рекомендации, теперь вкладка, да, здесь изменился несколько внешний вид, то есть рекомендации. Если раньше у нас был так называемый светофор, то есть была таблица из трех столбцов, где был зеленый, желтый и красный столбец, и туда были вынесены все замечательные препараты компании Трада, то сейчас интерфейс стал несколько другим и он стал более содержательным, то есть предлагается вот теперь вот здесь три такие странички, три закладки, зеленая закладка, да, и перечислены те препараты, которые попали в зеленый список. Ну напомню, зеленый список, это те препараты, которые максимально соответствуют данному пациенту, то есть они будут максимально коррелировать его состояние, корректировать его состояние здоровья. И опять же, если мы курсор наведем на какой-то из препаратов, то справа появится вот такое замечательное описание, его очень подробное описание, где приводится регистрационный номер, то есть состав данного препарата, назначение, то есть способ применения, противопоказания. Я считаю, очень удобно, просто производитель, ну вот, просто аплодируем если она очень удобно сделала, замечательная стала. Ну и также мы можем вот галочки указать и этот препарат попадет в описание рекомендации, а затем в заключение. Ну об этом мы уже говорили на прошлых вебинарах. Также желтый, желтый списочек, если мы щелкнем, мы попадаем в желтый список. Ну напомню, желтый список, который тоже может применяться для данного пациента, то есть он тоже соответствует его параметрам состояния здоровья, но уже там не так, скажем, будет эффективен, то есть как нежели зеленый. Потом еще об этом поговорим. И тоже вот можно прочитать описание, то есть информацию о любом из препаратов. Ну и напомню, что вот этот вот перечень, он не случайен, что вот справа содержится нумерация некая, это коэффициент. Коэффициент, то есть чем выше расположен препарат в списке, тем он будет наиболее подходящим для данного пациента по, скажем, каким-то параметрам очень важным. Вот в частности амла сладкая сейчас будет максимально гармонизировать состояние пациента. А еще более максимально будет, конечно, амла со специями. То есть вспоминайте прежние вебинары, да, что вот зеленый список это наиболее эффективное средство. Ну и красный, эта вкладка с красным списком, здесь всего лишь один препарат попал сюда в этой частной ситуации. Это препарат, который нежелательно применять, потому что они будут, ну, несколько противоречить состоянию пациента. В частности, они будут противоречить его конституции. То есть, поэтому этот препарат нежелательно применять. Вот. Ну и следующий момент появился, в рекомендациях появилась новая вкладка диета. Вот, собственно говоря, о ней мы сегодня еще и поговорим, да. Но для этого я предлагаю немножко вспомнить, как вообще Аюрведа воспринимает питание, диету. Немножко об этом поговорим. Я сейчас абсолютно не претендую на какую-то там глубину изложения, тем более, что, в общем-то, в личных кабинетах ТРАДА есть еще одна серия моих вебинаров, называлась она «Основа Аюрведы». И там был целый вебинар, посвященный вот именно питание в Аюрведе. Поэтому, кто захочет вот как бы вспомнить вот эти вот глубокие подходы Аюрведы к этому вопросу, ну вот я рекомендую послушать либо этот вебинар, ну и либо вебинары других специалистов, которые огромное количество сейчас в личном кабинете ТРАДА. Я вот тоже не часто там бываю, но последний раз, готовясь к вебинару, посмотрел и, конечно, был поражен информационной направленности личного кабинета. То есть, на мой взгляд, очень удобно. Вот, но тем не менее, поговорим о теории аюрведической диета-терапии. Вот на этом слайде вы видите два высказывания, очень-таки, даже три высказывания, на мой взгляд, такие очень замечательные. Да, мы есть то, что мы едим, древняя мудрость. И вот здесь такая картинка, говорящая сама за себя, да, каждый наполняет себя сам. Еще мне очень нравится высказывание древнего Вайди, аюрведического врача Чараки. Если вы не будете принимать пищу как лекарство, то будете принимать лекарство как пищу. Ну, на мой взгляд, очень важный момент. Вообще, конечно, ну, было бы странно, если бы традиционная медицина не уделяла внимания питанию. Потому что, ну, всю жизнь человек вынужден питаться, да, пропускает через себя огромные объемы пищи. То есть, я сейчас вспоминал картинку в детской энциклопедии, когда нарисованный такой железнодорожный состав, то есть, и там приводилась какая-то ужасающая статистическая информация о том, сколько человек съедают в среднем в течение своей жизни. То есть, несколько железнодорожных составов. То есть, ну, конечно, не использовать этот ресурс было бы странно, да. И надо сказать, что вот любая уважающая себя традиционная медицина так или иначе использует диетотерапию, то есть, в своем таком лечебном арсенале. Та же китайская медицина, тибетская традиционная медицина, у них, безусловно, есть рекомендации по питанию. Но вот что интересно, что до наших дней, вот, наиболее полно эти, вот, это искусство подбора питания, оно сохранилось именно в Аюрведе. На мой взгляд, вот, Аюрведу именно, именно по этому аспекту наиболее она известна во всем мире. То есть, вот, кому не скажи, там, Аюрведа, сразу человек далекий от этой науки, ну, так вот, на скидку может вспомнить две вещи сразу. Там слово панчакарма, может его не понимать, но, как бы, вот, сразу оно как, как тульский пряник, да, при слове Россия, там, или самого. Или вот диета. То есть, просто, ну, диета, это, конечно, очень мощный рычаг, и мы не воспринимаем Аюрведу как систему без диетотерапии. И поэтому очень правильно, что, вот, компания Традо и компания Биоквант, которые совместно производят аппаратно-программный комплекс Традо Пульс, то тоже вот сочли возможным включить этот модуль в программу. Так, видите, у меня тут какие-то вот, сейчас я перезапущу, сейчас я перезапущу программу. Пока она перезапускается, мы продолжим. Так вот, вот этот очень важный момент, что только Аюрведа, по большому счету, сохранила это искусство подбора пищи для пациента. Потому что, вот, я общался много с китайскими врачами, с тибетскими врачами. На самом деле, ну, у них это все есть, но вот в реальной практике лечебной это довольно слабо применяется. Особенно, вот, скажем, ну, уже такие вот западные последователи, китайской, тибетской терапии, в общем-то, довольно слабенько себе представляют вот эти вот моменты подбора пищи для пациента. А в Аюрведе это все-таки, ну, такой вот основной метод, один из основных методов. Поэтому я считаю, что это очень серьезный рычаг оздоровительный такой, который вы можете включить в свою практику, то есть, и он дополнит вот замечательные возможности препаратов Традо. Ну, теперь немножко поговорим о на чем же основано вот именно лечебные свойства пищи. Да, еще вот мне очень нравится, вот, хочу показать вам вот эту диаграмму. Это диаграмма, которую в свое время, это где-то вот на рубеже, там, 90-х годов уже прошлого века составили эксперты ВООС, Всемирной Организации Здравоохранения, Организации Объединенных Наций. То есть, они определили факторы, которые влияют на состояние здоровья человека. И это очень интересная статистика. То есть, мы видим, что вот здравоохранение влияет на состояние здоровья человека всего лишь на 7-8 процентов. Экология и наследственность по 20 процентов. А определяющим является образ жизни, то есть, 52-53 процента степень влияния на здоровье человека. Образ жизни мы понимаем, каким образом? Конечно, это прежде всего питание. То есть, имеются в виду правила, определенные и рацион питания, ну и, конечно же, распорядок дня. И вот, собственно говоря, сегодня речь пойдет о вот этом мощнейшем рычаге, да. То есть, кстати говоря, что интересно вот эти исследования, они были повторены еще потом в Советском Союзе и, в общем-то, практически полностью подтвердились. Только немножко здравоохранение несколько ниже было, а вот образ жизни несколько выше. На заре где-то тоже 90-х, как раз на заре перестройки были такие исследования. Таким образом, как вы видите, питание, как терапевтический инструмент, имеет огромный вес, ну и, конечно же, вот применительно к фитотерапии очень серьезно может дополнить наши возможности с вами. На чем же основано исцеляющее действие пищи? Ну и здесь, как обычно, аюрведа это же такая холистическая, философская система оздоровления, за что мы, собственно говоря, и любим, да. Она утверждает, что весь мир, вся вселенная состоит из первоэлементов. То есть, из эфиров, воздуха, огня, воды, земли. Из них состоит человек, и из них состоит, соответственно, и пища. И в человеке мы первоэлементы напрямую не можем определить, да. Это как вот температура. Температуру мы же не видим так в прямую, да. Мы ее мерим с помощью градусника, то есть там в градусах, да. Точно так же вот первоэлементы мы напрямую не можем определить в человеке. То есть, их соотношения, их уровень, их количество. Но мы их можем определить через такие понятия, как доши, да. Вот об этом мы очень подробно говорили с вами на основах аюрведы. То, что, то есть, введены три доши, то есть, которые представляют собой совокупность попарно-соединенных первоэлементов, и которые так или иначе проявляются в теле человека. Ну, здесь приведены основные функции доши, вы можете вспомнить. Об этом мы с вами очень подробно говорили. И вот, то есть, через доши мы можем осудить о том, о составе человека с точки зрения первоэлементов. Ну, как известно, вот вата доши, она представлена соединением двух первоэлементов эфира и воздуха, то есть, и отвечает она за движение в теле человека. Пита доши это огонь и вода, капха доши это вода и земля. То есть, вот, зная соотношение дош, которое мы определяем, ну, в частности, сейчас мы это определяем при помощи прибора Trader Pulse, мы можем косвенно судить о соотношениях первоэлементов. Но при этом мы с вами понимаем, что и пища, как элемент этой вселенной, тоже состоит из первоэлементов. И вот справа сверху вы видите таблицу, где приводятся, то есть, первоэлементы и какие соответствуют им продукты питания. То есть, ну, и соответственно, отсюда был такой сделан гениальный вывод, для того, чтобы корректировать состояние здоровья человека, то есть, можно влиять на него изменением рациона питания. То есть, в зависимости от структуры тела, с точки зрения вот первоэлементов, можно так или иначе ее менять. То есть, вводя в его рацион какие-то продукты питания, читая эти первоэлементы, или, наоборот, ограничивая какие-то продукты питания, то есть, ограничивая какие-то первоэлементы. Таким образом, мы можем достаточно гибко влиять на состав человека. То есть, соответственно, на функции физиологические, психоэмоциональные вещи, то есть, управлять вот его структурой. И вот это было положено, в общем-то, вот в теорию, в теорию аюрведическую. То есть, и называется мы теория шести вкусов. То есть, просто опять же, и в пище тоже мы не можем определить вот напрямую эти первоэлементы, но все гениально и просто. И вот в этом плане аюрведа, конечно, подтверждает этот принцип. Оказывается, через курс можно определить, через курс того или иного продукта, можно определить его первоэлементный состав. То есть, ну, вот для примера здесь в этой таблице приведены курсы и соответствия первоэлементов. Так сладкий вкус соответствует объединению первоэлементов земля и вода. Вот приводятся свойства этих первоэлементов, ну и, соответственно, как они будут влиять на ту или иную дошу. Ну, вот мы здесь с вами видим, что они будут снижать, то есть, гармонизировать питу, снижать, гармонизировать вату, ну и в то же время утяжелять, то есть, повышать капу. И вот примеры продуктов, которые имеют этот сладкий вкус и, соответственно, представляют собой соединение первоэлементов земли и воды. То есть, ну и вот это, я сейчас не ставлю задачу там, как бы детально это все рассмотреть. Как я сказал, вы можете это все обновить, посмотрев вебинар, который был посвящен вот именно этому вопросу, где-то терапии. Поэтому сейчас для нас важен принцип, что есть некое соответствие между дошами и продуктами питания. Вот именно это я хотел вам показать. И вот это вот соответствие, оно определяется через вкусы и первоэлементы. То есть, я надеюсь, вот как-то это понятно, да, если так вот коротко. Ну и соответственно, это получило вот реализацию в программе. Сейчас мы давайте посмотрим, как это выглядит. Мы смотрим вкладку рекомендации и открываем страничку диета. И видим здесь привычный нам светофор, то есть, три колонки. Зеленая, желтая, красная. И что такое зеленая колонка? Это так называемое идеальное соответствие. То есть, все продукты, которые попали в эту колонку, они будут идеально соответствовать данному человеку, который мы с вами обследовали, и будут гармонизировать его, то есть, его конституцию. Поэтому, конечно, эти продукты, они должны составлять основу его рациона питания. И здесь продукты, они разбиты по категориям. То есть, фрукты, овощи, зерновые, бобовые, молочные продукты, орехи, семечки, масла, специи, животная пища. И тоже привычные, справа привычные цифры, то есть, такой коэффициенты, то есть, вес продуктов с точки зрения их влияния на человека. Ну, опять же, в частности, если мы рассмотрим фрукты, то особенно этому человеку подходят яблоки. То есть, в большей степени, чем гранат сладкий. Но гранат сладкий тоже. То есть, яблоки будут наиболее сильно его гармонизировать, его конституцию. Желтый список. Сюда попали продукты, которые будут оптимально соответствовать. То есть, они тоже могут включаться в рацион питания человека, они тоже ему полезны. Да, в меньшей степени, чем продукты зеленого списка, но, тем не менее, тоже они будут оказывать гармонизирующее влияние на человека. И тоже здесь есть рейтинг. Тоже они разбиты по определенным категориям. Ну, собственно говоря, по тем же категориям. Ну, и пресловутый красный список. То есть, это продукты, которые не рекомендуются человеку, которые желательно исключить. Я сейчас сказал это и вспоминаю, что на практически на двух из трех консультаций, обычно, когда доходит дело вот до диеты и пациента знакомишь вот с этими списками, и первая реакция человека, который, ну, так скажем, далек от юрпеды, первая реакция его, что я буду есть. То есть, как правило, это вот так вот. Так вот, в красный список, как мы сказали, попали продукты, которые, ну, в идеале нужно вообще исключить или, по крайней мере, ограничить. То есть, что такое ограничить? Не часто и не помногу. То есть, они, по крайней мере, должны, ну, в повседневный рацион питания не входить. Вот. Еще интересное одно новшество. Оно есть и во вкладке препаратов, то есть, в вкладке БАДы, и диета. Я вот специально его оставил, чтобы показать уже и там, и там. То есть, это... Вы помните, что у нас еще есть система на зоологический фильтр, то есть, которые позволяют нам конкретизировать наши рекомендации пациенту с точки зрения установленного диагноза. То есть, если к нам пришел... Мы можем работать как бы в двух вариантах. То есть, обследование функционального состояния здоровья человека и рекомендации на основании наших обследований можем сделать. А если человек еще к тому же знает диагноз, который установлен, то есть, ну, это, в общем-то, такая типичная ситуация, как правило, ну, скажем, подавляющее большинство людей приходят к нам все-таки уже с известным диагнозом. Вот тогда мы можем в своих рекомендациях учесть этот диагноз. Помогает нам в этом системно- зоологический фильтр. И на прошлых вебинарах мы говорили, как им пользоваться. То есть, для этого нам нужно включить, указать... Так, что-то у меня тут... У меня, видите, немножко как бы, видимо, ресурсы компьютера слишком перегружены. То есть, вот когда мы видим вебинары, поэтому немножко неустойчиво работает. Ну, поэтому я сейчас постараюсь... То есть, мы выбираем вот в списке системно-назологический фильтр, мы выбираем подгруппу заболевания. Вот я, к сожалению, не могу вам продемонстрировать это. А в следующей вкладке мы выбираем уже конкретное заболевание. Как же мне это вам показать? Сейчас может быть на примере БАДов. Нет, тоже не хочет у меня здесь. В общем, поверьте мне на слово тогда. То есть, здесь мы выбираем... И вот что новое появилось? Вот это все уже было и, в общем-то, старая версия прибора. А появился еще интересный момент. Вот если вы обратили внимание, вот здесь появилась такая кнопочка со значком плюсик. А вам сейчас ее не видно за черным квадратиком. Вам ее не видно. Так, тогда, значит, вот смотрите. Системно-назологический фильтр, вы видите надпись. Мы выбираем... Вот сейчас он выключен, да? Мы должны были... Ну, вот то, что мне не получается сейчас сделать ввиду, видимо, перегруженности компьютера. Здесь мы должны выбрать были заболевания. Ну, допустим, заболевания, там, сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые системы. Дальше, в следующем поле, вот я его сейчас показываю, да? Вы видите мой курсор. Мы можем выбрать уже конкретное заболевание из предложенного списка. Ну, допустим, гипертония. А вот еще правее, там есть кнопочка с плюсиком. Вот если мы нажмем этот плюсик, то появится еще два поля для выбора. То есть мы можем выбрать еще какое-то заболевание. Это очень полезный режим, потому что таким образом мы можем выбирать такие сочетанные диагнозы. Потому что, ну, понятно, что, как правило, к нам попадают люди, у которых, к сожалению, не один диагноз. А их может быть там и два, и три. Но вот в частности сейчас, благодаря вот этому обновлению, мы можем уже в своих назначениях не один диагноз учитывать, а сразу два. То есть компьютер, машина обсчитает, скажем так, вот пересечение этих двух выбранных нами диагнозов и подберет нам оптимальные препараты или оптимальную диету. Потому что здесь принцип тот же самый. То есть просто вы сейчас не видите за черным вот этим квадратиком, где, по идее, должно быть мое изображение, которое я, в общем-то, отключил, чтобы, опять же, не грузить ресурсы компьютера и показать вам лучше это все. Но они все равно грузятся. Ведь, к сожалению, не могу вам показать, как это делается. Ну, так как приборы у большинства есть, это вы все у себя уже посмотрите. Вот. Вот. Таким образом. Что еще здесь нового? Появилась еще интересная функция. Это функция заказа продукта. То есть сейчас вы можете продукт еще и заказать. То есть вы, допустим, поставили кнопочку трифалакс, да, и идем вот вниз, следите за моим курсором. Здесь кнопочка заказать появилась. Вы ее нажимаете и ничего не происходит опять. Сейчас мы по-другому попробуем. функцию заключения вы, наверное, помните. Здесь мы можем, сюда можем вынести любые данные, которые мы получили в данном обследовании и распечатать это уже для пациента. То есть все наши рекомендации, то есть результаты обследований. Вот. Но я хотел бы все-таки показать вам, как заказывать. Так, сейчас, минутка. То есть если нажать кнопку заказать, то появляется такое диалоговое окно, которое предлагает указать там количество. А вот данные ваши, они уже указаны. Это вот как раз, помните, в настройках карточка специалиста. Мы говорили, что вы один раз ее заполняете. И потом это все используется для вот именно для заказа. И еще это используется для вот консультации с экспертом. Тоже мы в прошлых, на прошлых вебинарах рассматривали этот вопрос, что введя сюда вот ваш электронный адрес, электронный адрес эксперта, вы можете отправить обследование на сервер и получить вот от эксперта какие-то разъяснения дополнительные. Видите, все равно, к сожалению, не все я могу вам показать. Но вот, к сожалению, это так. Вот. Дальше. Ну вот, собственно говоря, все, что я планировал вам рассказать о новых возможностях аппаратно-программного комплекса, я вам рассказал. Теперь давайте попробуем посмотреть, какие есть вопросы. И я постараюсь на них ответить. Вопросы. Вот Галина спрашивает. Когда я исследовала сама себя каждый день в одно и то же время с соблюдением правил диагностики, то прибор показывал разные рекомендации, в том числе и по диете. Какой же вариант нужно принимать за базовый, какое время его нужно придерживаться для получения позитивного результата? Традиционный вопрос. То есть, здесь, конечно, нужно смотреть именно, начинать с результатов обследования. То есть, не с рекомендации, а результатов обследования. Потому что результаты обследования, насколько они меняются. То есть, если меняется конституция человека, то это один момент. Да? Если меняются какие-то вот индексы, то это уже другой момент. Но вообще, надо понимать, что человек, это очень подвижная система. То есть, постоянно в нем меняются какие-то параметры. И, соответственно, чем диагностическая система более чуткая, она, конечно же, будет вот эти изменения ловить, что называется. И, собственно говоря, за это мы любим и уважаем функциональную диагностику, что она очень быстро и четко схватывает вот эти вот изменения. Но если говорить о практике, то как вот рождаются вот эти вот рекомендации? То есть, здесь учитываются, ну, по сути, два основных фактора. Это соотношение ДОЖ, вот мы сейчас видим это, да? И состояние энергетических меридианов, которые отражены вот на этой вкладке, да? То есть, ну, в частности, здесь мы видим истощение меридиана сердца, мочевого пузыря, почек, печени. Вот именно вот эти факторы и повлияют на, ну, естественно, результаты обследований и поменяются, естественно, рекомендации. Поэтому вот у меня сейчас предложение для Галины, чтобы она написала, вот посмотрела, если у нее под рукой эти обследования, что у нее менялось, ДОЖ или меридианы? А я тогда поясню, потому что на самом деле может и то, и другое меняться. Если меняются ДОЖ, вот, допустим, человек каждый день меряет, а у нее меняются, то есть и ДОЖ, и меридианы, то это, в общем-то, то есть два момента. Первый момент, либо технически, да, то есть, ну, может быть, все-таки некорректно произведено, потому что вот не так давно мы, я приезжал в московские офисы, мы там, ну, как бы, вот, я у них брал прибор, собственно говоря, за что им большое спасибо, иначе бы, вот, не знаю, как бы мы этот вебинар бы провели. Вот, и там, в общем-то, тоже они задавали мне вопросы, и мы пробовали какие-то обследования делать, и вот какие-то вещи мы там сразу сняли, потому что есть такие простые приемы, которые исключают, ну, какие-то ошибки. Ну, вот, в частности, выяснилось, что раньше они пробовали делать замеры, то есть они, как бы, вот, смачивали руки, кожу, и был сигнал довольно нечеткий. Я им показал, что гораздо лучше смачивать именно, вот, контактную площадку, то есть металлическую площадку на прищепках, то есть, вот, и сигнал, то есть, очень тогда сильный, ровный, то есть, вот. Вот. Поэтому очень важно именно условия проведения диагностики, то есть, чтобы исключить какие-то, вот, именно технические моменты. Если же все-таки вы уверены, что технические моменты исключены, что мы, то есть, реально видим какие-то изменения, то есть, постоянно меняются те же ДОШи или меридианы, то, что касается ДОШ, в принципе, такое возможно. Это довольно-таки редко бывает, но, вот, кстати говоря, Галина ответила нам, что и то, и другое менялось. Ну, вот, видимо, она попала в это редкое количество. Такое бывает, но достаточно редко, поверьте, то есть, потому что у меня там больше, я не знаю, там, наверное, уже трех тысяч обследований, я уже давно их перестал считать, вот. И говорит это о том, что у человека, ну, действительно какая-то вот неустойчивая, то есть, ситуация, неустойчивая конституция, то есть, в данном случае я обычно ставлю диагноз, ну, а юридический, что это дисбаланс ВАТА ДОШи, да, то есть, и, соответственно, ну, потому что мы просто вспоминаем теорию Аюрведы, да, то есть, ДОШ представляет собой соединение первоэлементов, то есть, ВАТА ДОШа самая легкая, потому что это эфиры воздух, и она подвижная, то есть, ПИТА и КАПХА без участия ВАТА не умеют двигаться сами, то есть, двигает и не ВАТА. Поэтому, если мы наблюдаем постоянное изменение ДОШ, то есть, если, опять же, повторюсь, очень важно, если мы корректно проводим измерения, то есть, в одно и то же время, там, технически все безупречно, да, а вот у человека действительно меняется состояние. При этом надо учитывать, что, ну, если человек, понятно, если он постоянно находится в какой-то стрессовой ситуации, то есть, его, скажем так, из огня в воду там все время бросает, вот так условно, да, то, конечно, его, скажем, состояние будет меняться, то есть, это реальность. То есть, то это, мы можем сказать, что это, мы четко с вами видим дисбаланс ВАТА-ДОШ и поэтому его так вот вот постоянно меняется ситуация. Поэтому вы можете выбрать именно то обследование, где вы видите приоритет ВАТА-ДОШ. К примеру, сейчас в этом обследовании не показательно, вот у Иванова Ивана Ивановича. Ну, вот ситуация, да, вот сейчас. Вот видите, у него здесь состояние три ДОШа, причем лидер ПИТа. А вот его напугали чем-то, стресс, да, ВАТА. То есть, если у него постоянно бы менялась вот эта ситуация, то я бы выбрал вот это обследование, то есть, где ВАТА. И, соответственно, рекомендации бы уже выстраивал с учетом вот этого фактора. Дальше, что касается меридианов. Меридианы еще более подвижны. Потому что все-таки вы не забывайте, что вот эта вот вкладка, да, АТЛАС, хоть здесь и названы, ну, скажем, органы, но на самом деле это энергоинформационные меридианы. То есть, это тонкие каналы, которые пронизывают наше тело, да, и по которым перемещается жизненная энергия. То, что в Аверведе называется прана, или то, что в китайской медицине называется ци. И вот эта энергия, она приводит в действие, по сути, наши физиологические органы системы. То есть, условно, очень условно, на самом деле, можно сказать, что меридиан там мочевого пузыря определяет функцию мочевого пузыря. Но это, опять же, это довольно-таки, скажем так, загрублено. Потому что на самом деле мочевой пузырь, меридиан мочевого пузыря влияет практически на половину функции мочеводелительной системы. И, как ни странно, ну, для примера, как ни странно, он влияет на состояние позвоночника. То есть, поэтому вот это соответствие, оно не такое уж строгое. Но здесь немножко упростили, как бы, вот этот момент. Поэтому вы должны понимать, что вот это не заболевание органов, это изменение энергии меридианов, то есть, которым может соответствовать то или иное заболевание данных конкретных органов. Поэтому я вот, когда трактую результаты диагностики, я обычно, ну, как бы, вот в этом плане осторожен. Я говорю, что вот, ну, в частности, вот сейчас, вот давайте вот конкретный пример, да, вот этот Иванов Иван Иванович, да, вот у него истощение меридиана мочевого пузыря и почек. То есть, мочеводелительная система. Что такое истощение? То есть, это нехватка энергии. Так вот, я бы так сказал, что если я первый раз вижу этого пациента, первый раз делаю диагностику, я говорю, что если вот эта ситуация будет стабильна по времени, то в понимании современной медицины у вас возникает, то есть, хронический процесс, какой-то дегенеративный процесс, то есть, связанный с мочеводелительной системой. То есть, если же человек у меня наблюдается регулярно, вот у меня уже много обследований, ну, конкретно, как вот здесь, да, вот мы можем даже посмотреть их. Вот смотрите, первое обследование было, мочевой пузырь присутствовал, да, истощение было и эндокринная система. Следующее обследование. Снова там что-то меняется, но мочевой пузырь присутствовал. Следующее обследование. Тоже какие-то изменения есть, но мочевой пузырь все равно в истощении находится. То есть, о чем это говорит? Что этот процесс стабильный. То есть, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что у этого человека есть проблемы с мочевым пузырем. Вот примерно так это в теории. Потому что на самом деле на энергетику меридианов еще влияют и наши эмоции. А как вы сами понимаете, эмоционально мы достаточно подвижны. Да, мы все в разной степени, но у некоторых эмоции меняются там каждые пять минут. То есть, ну, допустим, тот же меридиан ночевого пузыря, да, это там страх, беспокойство. То есть, ну, сколько у нас страхов и беспокойства возникает в течение дня. Поэтому я вам предлагаю очень простой такой алгоритм. Если вы видите человека первый раз и диагностируете его первый раз, то есть, вы тогда, ну, во-первых, вы не утверждаете безапелляционно, что вот у вас там заболевание почек, то есть, у вас цистит, и вам нужно вот обязательно там урегард, иначе там не будет беда. То есть, вы спокойно должны объяснить, что вот мы сейчас наблюдаем у вас, то есть, определенное снижение энергетики там мочевыделительной системы, и с целью профилактики вот мы рекомендуем вам, ну, в частности, там урегард, допустим, рекомендуемый, да. Если же вы этого человека наблюдаете в течение какого-то времени, то есть, да, то вы тогда можете провести вот этот анализ. То есть, вы можете сравнить, какие изменения на протяжении вот этого периода наблюдения происходят, и выбрать то обследование, которое, ну, наиболее вот отражает все вот эти вот тенденции. И тогда рекомендации строить именно по этому обследованию. Ну, так вот может быть очень сложно, но я постарался ответить на этот вопрос. Так, следующий вот Татьяна спрашивает. Скажите, пожалуйста, если я представитель вата-типа, остенник с дефицитом веса, постоянно мерзнущая, с сухой кожей и так далее, программа определила меня в представителе капха-типа и дала соответствующие рекомендации по питанию и образу жизни. Каким рекомендациям нужно следовать в этом случае? Для капха-типа или все же для вата-типа? Вот определить конституцию человека не так просто. Мы с вами... То есть, вот пока все вопросы, но я понимаю, что они, в общем-то, больше такого теоретического плана, то есть с точки зрения теории аюрведы. Вот определить конституцию сложно. Вот то, что мы видим вот здесь, вот то, что называется физиологические тенденции или то, что мы называем в Викрите, текущее соотношение душ, это один из срезов. Мы на предыдущих лекциях говорили о том, что по сути существуют такие три пласта. То есть, человек имеет психоэмоциональное какое-то состояние, он имеет какую-то физиологию, да, и какую-то внешность. И вот, соответственно, все вот эти вот три пласта, они могут довольно сильно у человека отличаться. То есть, психоэмоционально человек может быть вата, физиологически он может быть пита, а внешне он может быть капха. То есть, парадоксальные вещи, это, скажем так, довольно редко, то есть, ну как редко, ну процентов, не знаю, процентов 20, наверное, точно есть. Дело в том, что вот вспоминаем, как с точки зрения Аюрведы развиваются любые патологические процессы. Они начинаются, ну мы сейчас не будем брать совсем далеко и глубоко, то есть, понятно, что причиной любого патологического процесса является отпадение от Бога, да, но так далеко не пойдем. Начинаются они с негативной мысли. То есть, негативная мысль порождает негативную эмоцию. Негативная эмоция нарушает энергетику. Что такое энергетика? Это вот как раз таки уровень ДОЖ, состояние меридианов и так далее, и так далее. И только потом процесс выходит на физический уровень. То есть, нарушаются функции конкретных органов и систем. И в конце концов, это проявляется в виде каких-то морфологических изменений. То есть, уже какие-то тканевые изменения происходят. Так вот, все начинается с головы, да. То есть, все болезни от нервов, как говорят в народе, на самом деле это действительно так и есть. Поэтому иногда мы можем такое наблюдать. То есть, допустим, человек питоконституции физиологически, то есть, он обильно потеет, он с трудом переносит жару, да. У него волчий аппетит, он с трудом переносит там пропуск, прием от пищи. У него при этом он может быть, допустим, он находится в каком-то стрессе, да. То есть, психоэмоционально у него может быть вата. Физиологически, я понимаю, у него дисбаланс пита души. А вот внешне, он может быть капхан. То есть, у него избыточный вес, допустим. И вот, что важно, нам же нужно, ну, понятно, что можно об этом рассуждать, там теории какие-то выстраивать, но нам нужно дать рекомендации, да. Поэтому, вот пульсовая диагностика, она определяет физиологическую составляющую. Физиологическая составляющая, это наиболее важное, да. Потому что психоэмоциональная составляющая, она очень переменчивая. Я в течение дня могу быть то ватой, то питой, то капхой. То есть, меня напугали, у меня вышло из равновесия вата, психоэмоциональная. Я разозлился, у меня вышло из равновесия пита души. Я затасковал, лень меня объяло, у меня вышло из равновесия капха. То есть, в течение дня это хаотичное изменение. В то же время, внешность меняется десятилетиями. Ну, или годами, по крайней мере, да. Получается, что физиология это тот центр, который, ну, как бы объединяет конституцию человека. Поэтому, вот пульсовая диагностика, она, конечно же, определяет физиологическую составляющую. То есть, поэтому, вот конкретно в вашем примере, то есть, прибор показывает, что у вас физиологический дисбаланс капха типа. Но, в то же время, не забываем, есть еще это викрит, это текущая конституция. А есть прокритие. То есть, это конституция, которая сложилась на момент зачатия, которая не меняется на протяжении жизни. И вот то, что вы описываете, что вот остеоник, дефицит веса, постоянная мерзущая, скорее всего, это ваше прокрити. То есть, наиболее устойчивые ваши характеристики. То есть, на протяжении жизни, например, вот такое. Обычно в прокрити хорошо отображается именно внешне. Но это и понятно, потому что внешность меняется наиболее медленно. Поэтому, скорее всего, у вас в прокрити ватотип. А вот физиологически, в данный момент, у вас изменение, то есть, у вас дисбаланс капха, доши. И, конечно же, мы лечим, ну, или оздоравливаем, правильно сказать, ориентируясь на викрити. То есть, здесь и сейчас мы лечим человека. Поэтому, в этом плане нужно ориентироваться на показания прибора. Так, Валентина спрашивает. Я опоздала к началу изменения и традопульс. Так, я опоздала к началу изменения. А, ну да, изменения. Смотрите, мы сейчас обсуждаем изменения прибора традопульс. Но они, понятно, что они порождены изменениями у него старшего брата прибора ведопульс. Поэтому, по сути, все, что я вот сейчас, о чем мы говорили, все это также изменилось и в приборе ведопульс. Но с какими-то нюансами. Там, хоть и считается профессиональная версия, надо сказать, там вот вкладка рекомендации по БАДам, она выглядит по-парому. То есть, там таблица еще. Вот здесь, конечно, поинтереснее, что называется. Более информативно. То есть, поэтому вы можете гордиться, что младший брат в этом плане опередил старшего брата. Да, вот Галина Маркова написала, и то, и другое менялись. Да, но это мы, когда я задал вопрос, о меридианах и Дошах. То есть, ну, действительно, такое бывает. Не так часто, но такое бывает. То есть, здесь, поэтому я говорю, что здесь два варианта. Во-первых, нужно исключить какие-то технические моменты, какие-то контакты, какие-то элементарные вещи. Иногда вот такие элементарные вещи, как контакт электродов с кожей, может внести вот такие вот какие-то погрешности. Но если все идеально, там, условия проведения, ну, значит, действительно, то есть, Галина очень изменчивая женщина. Переменьчивая. Надо исследовать ее. Валентина спрашивает, от какого числа? Ну, вот что касается прибора TradoPulse, это первое изменение, то есть, с момента его рождения. Поэтому там версия даже, она, я, честно говоря, сейчас не помню, по-моему, июльская. Июль этого года. То есть, нет смысла даже какую-то дату определять, потому что это единственное обновление, что называется. Так, Галина поясняет. Состояния были разные, то не выспалась, то стресс на крови. Вот, вот, вот. Все правильно. То есть, опять же, очень важный момент. Ну, я понимаю, что мы уже об этом, конечно, говорили, и, естественно, об этом приходится все время говорить. То есть, вот, я начинаю свою работу с пациентом. Ну, какие-то вопросы я ему обязательно задаю. Там понятно, что там мы знакомимся, да, спрашивают, там, какие у него жалобы и все такое. Но я обязательно задаю ему вопрос. Как вы себя чувствуете здесь и сейчас? Предлагаю три варианта ответа. Первый. Нормально, как обычно. Второй. Нормально, чем обычно, потому что я сегодня не выспался, я сегодня перетрудился, или что-то еще. Нормально, чем обычно. Потому что впереди выходные, и мне так классно, и я так вас рад видеть, что вот мне так хорошо. То есть, вот, понимаете, вот это очень важный момент. Вы должны понять, в каком состоянии находится человек. Потому что если мы встречаемся с человеком и проводим обследование для того, дать ему какие-то рекомендации, то есть, имеется в виду рекомендации по продукции компании ТРАДА, по диете, то, соответственно, мы должны, то есть, мы работаем на какую-то перспективу, ну, отдаленную, да. Понятно, что препараты применяются там никак не меньше месяца, да. То есть, обычно препараты ТРАДА применяются один, два, три, то есть, больше месяца, да. Диета-терапия тоже, это довольно-таки, ну, история длительная. То есть, нет смысла не применять там одну неделю. То есть, обычно тоже, месяц, два, три рекомендую. Поэтому нам очень важно поймать стабильное состояние пациента. Поэтому, если он придет к вам после стресса или после недосыпа, то это будет неправильно. То есть, я в такой ситуации, но перемошу встречу. Или же, ну, как я работаю давно, я использую, ну, как бы, и классические методы, то есть, там, классическую пульпаторную пульсовую диагностику, потом осмотр, опрос, то есть, там, язык, глаза и прочее. То есть, иногда даже в такой ситуации, если человек, ну, как бы, не может перенести встречу, значит, я какими-то другими методами. Или по совокупности данных определяю его конституцию и дуне рекомендации. Но в целом, мы должны это понимать, что прибор никогда не врет. Вот это постулат, просто, это аксиома, что прибор никогда не врет. Прибор показывает истинное, реальное состояние человека в настоящий момент, здесь и сейчас. Вопрос только, что мы будем делать с этой информацией. Что если человек действительно находится в нестабильном состоянии, то, значит, мы это видим на приборе. Опять же, такой момент, да, вот, допустим, человек говорит, я, черт, у себя там хуже после стресса. Тогда нужно с ним поговорить. А вполне возможно, что это вообще его обычное состояние, что у него каждый день такие стрессы. Потому что вот таких людей сейчас огромное количество, и тогда можно вполне давать рекомендации, вернее, по тем данным, которые вы получили, даже если он в стрессе. Такое постоянно я наблюдаю в своей практике. Поэтому вот Галина, она, в общем-то, ответила на свой вопрос. То есть у него были разные состояния, прибор ей показывал разные, то есть разное состояние ее диагностировал, и, соответственно, рекомендации были разные. Но что практически в этой ситуации делать? Конечно, нужно определять какую-то среднюю линию. Да, но не бывает так, что человек постоянно то разъярен, то депрессия, то он переспал, то он не доспал. То есть все-таки надо более-менее, скажем, найти такую средину, то есть его стабильное состояние, то есть когда вы были более-менее самособой, и ориентироваться именно на это обследование, соответственно, на соответствующие этому обследованию рекомендации. Вот. Еще какие-то вопросы есть? Лучшее время для обследования. Смотрите, производители прибора рекомендуют первую половину дня. Ну и вообще, это, скажем так, это такая классическая рекомендация для всех методов диагностики, не обязательно даже компьютерную, то есть утренную или первую половину дня. Обязательно это так, что в это время человек еще не устал в течение дня. Время жизни, причем на эту тему как бы очень много, скажем там, в форумах, в статьях каких-то, ну, специалистов, там копья сломаны. То есть следовать этим указаниям или не следовать, потому что мы же с вами все-таки практики, да, и мы понимаем, что человек не всегда может к нам приходить утром, а очень часто приходит вечером во нерабочее время. То есть, так что же нам с ним делать, да? Вот. Я, и вот опять же, продолжаю, то есть потом копья сломаны, то есть там высказывают, некоторые высказываются, что не надо гнаться за огромными деньгами, да, то есть нужно переносить обследование, то есть обвиняют специалистов в том, что они готовы там в любое время проводить обследование, лишь бы там заработать. Вот. Я предлагаю к этому относиться проще. Но я вот в частности работаю в Москве, да, Москва город проклятие Калиюги, да, мегаполис, то есть и образ жизни у людей здесь зачастую смещен по оси времени вправо. То есть люди поздно ложатся, поздно встают. И многие люди в дообеденное время они просто никакие, то есть реально никакие. То есть это не они обычные. То есть так что же их обследовать в это время? То есть поэтому здесь опять же я предлагаю вам вот следовать тому, о чем мы говорили выше. Вы должны четко для себя решить. Вот это, кстати говоря, еще ну как бы вот опыт, искусство вас, специалиста, оператора еще состоит именно в этом. Вы должны четко понять для себя. Причем это сделать быстро знакомому вам человеку, насколько он стабилен. То есть самое главное это стабильное состояние человека. Если он вечером и все равно он как бы находится в стабильном состоянии, то есть да, если он вечером что называется выпал в осадок, да, после рабочего дня страшно устал, ну тогда уже понятно, что как бы наверное опять же прибор ведь не соврет. Он покажет реальную картину, реальную ситуацию. но это просто будет ситуация не очень соответствующая постоянному состоянию данного пациента. Поэтому ваша задача как оператора определить насколько человек стабилен, то есть и уже вот принять решение перенести встречу или если он в стабильном состоянии почему бы не провести диагностику и не сделать назначение. Поэтому для этого пользуйтесь всеми методами опрашивайте как он себя чувствует, задавайте вопрос вы с работы или откуда, сегодня у вас был обычный рабочий день или что-то произошло просто посмотрите за ним это на самом деле это видно это такое то есть подрагивает века, подрагивает нога то есть там еще что-то он там озирается смотрит на время на часы то есть на телефон постоянно то есть значит наверное что-то он не очень спокойный не очень стабильный в состоянии вот такой подход должен быть на мой взгляд еще какие-то вопросы есть? так сейчас я посмотрю еще чат может туда что-то написали так нет не вижу я больше вопросов сейчас проверю не пропустил ли я ничего ну вот нет вроде на все вопросы я ответил на этом я предлагаю тогда закончить нашу встречу спасибо за теплые слова я хочу пожелать вам успехов в освоении этого замечательного прибора и хочу пожелать вам и вашим близким здоровья счастья и успехов спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует... Продолжение следует...